Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители! В эфире передача «Суверисус» и я ее ведущий Турсунбек Амурзаков. Профессия журналист — это одна из самых опасных профессий в мире. По данным Организации Объединенных Наций, за последние 10 лет в мире погибло около 700 журналистов. Мы сегодня будем говорить с известным казахстанским журналистом, автором ряда передач «Горячих точек планеты» в проекте Бюро расследований, членом Ассамблеи народов Казахстана, членом Союза журналистов Русланом Идрисовым. — Руслан, вы неоднократно бывали в зоне конфликтов и, можно сказать, на себе испытали все опасности нахожения в горячих точках. Чем продиктовано ваше решение поехать в Афганистан? Вы же могли отказаться от этой поездки. — Ну, смотрите, на самом деле, все-таки, если быть точнее, все какие-то риски и так далее, все какие-то нюансы работы в горячих точках, ну, лично я и мой оператор Канат Обидин, мы на себе не испытали, будем так говорить, потому что, ну, на самом деле, рисков гораздо больше, чем то, с чем нам пришлось столкнуться. В этом плане, наверное, благодаря посольству Казахстана, да, и в Афганистане, и в Сирии, мы не сталкивались с какими-то, ну, слишком уж серьезными какими-то вещами, потому что всячески нас пытались оградить, и при этом журналистская такая натура, она постоянно рвалась вперед и, типа, ну, как-то разрешите пойти дальше, разрешите зайти чуть увидеть больше, да, то есть где-то мы сами себе создавали эти риски, будем так говорить. А если говорить, чем продиктовано это решение, то в Афганистан я попал совершенно случайно впервые, я сопровождал министра иностранных дел, тогда еще Ерлана Идрисова, его рабочей поездки, в визите в Кабул, и, ну, то есть это было совершенно случайно, то есть обычно в редакциях, сами понимаете, тебя никто не спрашивает, надо, хочешь или не хочешь, да, то есть мне позвонила Ольга Цой, тогда директор департамента информационных программ, и сказала, Руслан, собирайся, ты послезавтра вылетаешь в Афганистан, а сегодня тебе нужно паспорт отдать, чтобы сделать визу, да, то есть совершенно сжатые сроки, времени думать нет, но будем так говорить буквально сутки впервые, первая моя поездка в Афганистан, это было не больше суток время провождения там, и я понял, что я хочу вернуться, я понял, что я хочу узнать больше, да, и не просто показать какую-то политическую сторону, да, взаимоотношения двух стран или что-то еще, хотел показать жизнь людей, потому что удивительно, но несмотря на все эти лишения, несмотря на всю эту такую сложную ситуацию военную в этой стране на протяжении там полувека, люди сохранили такую человечность, сохранили миролюбие, да, и так далее, и хотелось, чтобы казахстанцы, в частности, вообще люди увидели, как на самом деле живет афганский народ. Ну, Афганистан, как вы сами знаете, 32 миллиона человек, полвека находятся в состоянии войны, вы как космонавт собрались и полетели, ну, я просто думаю, что вы человек с очень таким, говорится, холодным умом, с трезвым расчетом, все это оценили, вот, когда вы полетели туда, какие вы задачи для себя ставили в первую очередь, чтобы вот, когда вы полетели в такую горячую точку? На самом деле мы хотели показать, как живет народ Афганистана, да, как я уже говорил, и в целом, конечно, здесь вот вы не зря упомянули холодный расчет, да, и прочее, то есть там, да, было важно очень, ну, то есть я понимал, если я на тот момент там совершенно холостой человек, там, не женатый, да, то мой оператор, у него двое детей, и... Ну, у вас папа, мама есть. Отец, да, и, конечно, я переживал за то, что, ну, вот, всегда нам посол говорил каждый раз, помните, что вас ждут дома, но когда ты находишься в горячей точке, ты думаешь о работе, то есть, по сути, для тебя это такая же съемка, ты выехал, ты записал интервью, ты смотришь, что у тебя дальше по плану, ты созваниваешься со следующим спикером, вы едете на другую точку, по пути вы видите трущобы, да, то есть совершенно бедные кварталы Афганистана, и тут вы понимаете, что если сейчас вы не остановитесь, если вы не найдете тут героев, то, ну, фильм потеряет очень, скажем, на историях, на судьбах, и вот, выделив себе буквально час времени, вы бежите в эти трущобы, находите там людей, которые абсолютно доброжелательны, да, несмотря на то, что мы видим часто по телевизору, и приглашают попить чай, разделить какую-то свою трапезу, при том, что, ну, будем честно говорить, там на столе, грубо говоря, ну, это очень бедные кварталы, но люди там, вот, чем богаты, тем и рады, что называется, и они угощают тебя, чем могут себе позволить, и совершенно спокойно рассказывают о своих судьбах, и это, на самом деле, очень восхищает их. И вот вы, как человек, вот, все-таки, как вы береглись в Афганистане, когда вот это, все-таки там есть снайперы, есть там много таких вот людей, которые, они с рождения имеют калаш рядом, да, и вы, все-таки, у вас чувство самосохранения было, вот, и как вот вы береглись от этого? Ну, здесь праведливости ради нужно сказать, что прежде чем поехать в горячую точку, да, то есть мы проходили специальные курсы Министерства обороны Казахстана, да, регулярно участвовали в военном дискурсе, где готовят журналистов, где хотя бы базовые какие-то вещи, да, там объясняют и рассказывают, как вести себя в той или иной ситуации, начиная там от физических каких-то моментов до психологических. Но была одна ситуация в Сирии, мы были в городе Хомс, и буквально были там проездом, но увидели вот эти, скажем, разрушенные буквально кварталы, здания госучреждений, да, где мы зашли. Мы видели, что люди покидали свои рабочие места, вот, видимо, в какой-то такой чрезвычайной ситуации, потому что валялись бумаги, компьютеры, то есть видно, что здесь работали когда-то люди, но сейчас там вот все вверх дном. Мы поднялись на крышу, чтобы оператор снял панораму этого города, этого квартала, и внезапно мы услышали стрельбу. Ну, то есть вот буквально где-то рядом стреляли, и вместо того, чтобы, ну, понятно, нужно сразу лечь, принять положение лежа, мы просто с канатом замерли, смотрели друг на друга и услышали голос человека, который сказал, ребята, расслабьтесь, стреляют не в вас, это перестрелка двух группировок. Мы говорим, то есть мы можем продолжать работать, ну, если вас не заденет, вы можете продолжать. И поэтому, да, на самом деле бывали моменты, когда нужно было проявлять вот это, истинное самосохранение, он должен был срабатывать, но я посмотрел на канат и говорю, канат мы продолжаем снимать, потому что, ну, понятно, что мишень всегда, это человек с камерой, журналист, это что-то второстепенное. Я говорю, канат мы продолжим, он говорит, продолжаем, все нормально, и он, ну, то есть здесь важна команда. То есть я знаю, что многие люди бы, наверное, все-таки сложили бы аппаратуру, сели в машину и тоже были бы по своему праву, на самом деле. Да, действительно, я посмотрел этот фильм «Грани Афгана», замечательный такой документальный фильм, мне очень понравился. Что бы вы желали или что бы хотели донести до казахстанцев? Ну, в своем фильме. Вы знаете. Что представляют вот эти люди, афганцы, с которыми вы снимали, с которыми вы беседовали, и, наверное, еще много чего, которое осталось за кадром. Да, вы знаете, на самом деле, мы же понимаем, что часто говорят, по крайней мере, ну, мы сталкивались с каждой такой работой относительно Ближнего Востока, да, там, арабских стран. Мы сталкивались с комментариями телезрителей, которые писали, что, ну, будем прямо говорить, в стране есть немало нерешенных проблем, которые стоит бы решить, чем отправлять, ну, скажем, гуманитарную помощь в Сирию или помогать там Афганистану. Но, к сожалению, мы привыкли видеть вот то, что в радиусе нашего, скажем, мировоззрения там или в наших каких-то взглядов, ну, мы не всегда заглядываем куда-то дальше. И мало кто понимает, что на самом деле стабильный Афганистан, к примеру, да, стабильность в этом регионе, это, ну, в наших интересах как никого больше, наверное. То есть тому же самому Западу, грубо говоря, ну, как-то они далеко, их граждане, там, Евросоюза, они ограждены от этого. Мы же живем в какой-то такой критической близости к Афганистану, и это в наших, скажем, целях, в наших интересах, да, чтобы там было спокойствие, чтобы поток мигрантов, скажем, был максимально сокращен, чтобы поток наркотрафика как-то регулировался, да, и так далее. Мы же знаем все эти проблемы в Афганистане, и Казахстан заинтересован, чтобы эти проблемы тоже решать. И решать не просто потому, что мы хотим красиво как-то выглядеть на международной арене, нет, просто для того, чтобы каждый из нас был защищен, каждый из нас мог выходить спокойно на улицу, гулять с детьми. И у нас недавно уже на телеканале Atomicam Business Channel вышел фильм «Счастливый билет», фильм про студента из Афганистана, мальчик из Кабула, который живет уже 4 года в Астане. Так вот, там есть эпизод, как он сидит в мечети и вспоминает, как, будучи еще ребенком, он оказался в мечети во время теракта, и буквально счастливая случайность, дедушка спас его, вынес оттуда. И он говорит, что он завидует казахстанцам, что у нас есть эта возможность выходить на улицу, гулять, наслаждаться жизнью и не бояться, что что-то произойдет. Руслан, вот мы с тобой как два рыбака. Вы, говорится, занимаетесь одной работой, и я вот приблизительно вашей работой занимаюсь, но вы едете вот в горячую точку, да, в горячей точке, говорится, совершенно другие ценности, другие подходы, да. Как вы находите людей для интервью? Как вы с ними, говорится, договариваетесь и решаете те вопросы, которые нужно решить, как вот человеку, который нужно снять и донести до наших зрителей. Знаете, главное, как вы говорите, условия работы, да, кажется, формулировка была такая, в горячих точках они другие эти условия и прочее, но, наверное, неизменным и всегда чрезвычайно важным остается человечность. И, к примеру, я помню, когда опять же в той же самой Сирии, когда мы зашли в лагерь переселенцев, мы видели, как женщина, которая потеряла мужа, потеряла двух сыновей, она с маленькими детьми, с маленькими внуками, с нохами, живет в маленькой совершенно комнатушке, в бывшем тоже госучреждении, которое отдали под лагерь беженцев. И первое, что мы сделали, когда зашли в это помещение с оператором, просто разулись. И на нас все так посмотрели, ну, мол, вы же видите, какие здесь условия, что значит вы разулись? Но для меня, я понимаю, что это временный дом для этой женщины, она живет там, кстати, без малого три года, еще неизвестно, сколько проживет. Мы разулись, и женщина начала плакать. Я не знал, что произошло, мне кажется, что мы ее чем-то оскорбили. Потом нам перевели, она объяснила на арабском, что на самом деле она давно не чувствовала того, что кто-то пришел к ней в гости, и что это ее дом. Когда мы разулись и прошли, она поняла, что вот это чувство уважения, наверное, да, к чужому, там, ну, грубо говоря, когда ты зашел в гости, элементарные какие-то человеческие базовые ценности, я думаю, что они определяют, и когда вот ищешь человека на интервью, наверное, они находятся сами. То есть вот бывает, взгляды совпали, и отсюда все уже. Ну, то есть все-таки, мне кажется, человечность – это самое такое определяющее. Работая в таких вот критических условиях, да, вот в опасных точках, мне вот нравится, вы всегда видите вот в людях такой позитив, да, что вот люди добрые, что люди сами по себе, они хорошие, да. Но все-таки вот мы видим, что несмотря вот на такой вот позитивный, вот вашу оценку, вот в Сирии, в Афганистане, можно сказать, одни, можно, мусульмане берут ружье и стреляют, а других же. И вот с чем это вот связано, что вот такая жестокость? В Сирии там около 300 тысяч человек погибло, 5 миллионов убежало оттуда. Ну вот, как вы думаете, с чем это связано, вот такая жестокость и вот такие войны? Ну, все-таки в первую очередь, мне кажется, ситуация, ну, если сравнивать Афганистан, например, и Сирию, там, ну, две принципиально разные, наверное, ситуации, в том плане, что в Афганистане это, в первую очередь, бедность, это необразованность, малограмотность населения, да, то есть там порядка, я не могу ошибаться в цифрах, но чуть ли не 80% населения безграмотно в Афганистане, да. И это же огромнейшая проблема, то есть там навязать какие-то идеалы, идеологию какую-то, какие-то интересы чужие, вот проще простого, потому что люди... В 75% населения живет за чертой бедности. Бедности, да. И то есть отсюда все, люди, чтобы заработать, они готовы там на все. В Сирии при этом мы понимаем, что там несколько другая ситуация, да, то есть там политические какие-то моменты. Но тоже всегда, где есть чьи-то интересы, да, где они как-то пересекаются, и когда... Людям, наверное, вот больше надо... Нужно добро, да, скажем, вот вы говорите, что вы видите позитив, да, в чем-то и так далее. Не хватает добра в целом. Ну, то есть вот, мне кажется, чуть больше проявить даже к самому жестокому, наверное, человеку, который с детства там как минимум с калашом за плечом, но даже к нему прояви немного какого-то, какого-то, какой-то человечности, опять же, да, и он уже по-другому откликнется. Мне кажется, этого не хватает в этих странах, и, ну, вот, имеем то, что имеем. У нас в Казахстан вот 125 граждан вернулось с Сирии, а 57 из которых вот осуждены вот это. И идет вот сейчас в определенном мере вот распространение религиозного радикализма, то есть оно никак не подходит вот к тому традиционному исламу, который вот мы имеем, да. И как вот теперь вот от этого нам, говорится, вот обезопасить себя? Ну, в первую очередь, опять же, если говорить о 57 людях, которые вернулись, да, и уже получили какое-то наказание, да, там, после судебных разбирательств, я думаю, что в первую очередь, их нужно прям показывать, да, грубо говоря, по телевизору, показывать, я не знаю, их истории публиковать в социальных сетях, где огромнейшее количество там молодежи, да, сегодня сидит, читает все это. И вот эти истории, я просто буквально смотрел всего пару, наверное, фильмов, да, я не думаю, что их больше, потому что всегда это слишком, ну, какие-то закрытые дела, насколько мне известно, по большей части. И все-таки их истории, да, это люди, которые, у них были какие-то свои там миссии, грубо говоря, которые они себе придумали с чьей-то помощью, и как они разочаровывались, да, то есть там, находясь уже там, и понимая вообще, во что они влипли, и какая-то была ошибка всей их жизни. Поэтому все вот это нужно придавать огласки, нужно рассказывать, чтобы люди понимали, чтобы молодежь, которая там, возможно, там, ну, не дай бог, столкнулись тоже с какой-то похожей историей, чтобы они видели, чем это все может закончиться. И мне кажется, как можно больше и как можно шире нужно освещать эти все истории. То есть освещать вот таким... Ну, то есть сломанная судьба, как минимум, не то что одного человека. У них же у всех есть семьи, у них есть родители, у них есть дети, которые теперь без отцов будут расти, да, и так далее. Вот чтобы всего этого избежать, да, мне кажется, нужно показывать их, чтобы, ну, травомыслящие люди уже забыли. Да, я считаю, что это, наверное, один из таких радикальных путей. Один из, да. Да, вот того, что, говорится, вот нам этого действительно не достает. Я вот, когда вот посмотрел «Грани Афгана», я вот действительно, говорится, вот, людей, которые это снимали, показывали, зауважал. Что действительно, он показывает. Я бы там ни за что не был бы. Да, а вы пошли, все, сняли, показали. И нам показали реальную действительность в соседней стране. Что там делается, какая картина, в каких условиях мы живем. А вот, когда вы были в Сирии, и завершая свой репортаж, вы говорили, мы можем вернуться в свою страну, чтобы жить, а они остаются, чтобы выживать. Ну, мы живем, значит, что, в мирной стране, да. Зачем вот такие репортажи нужны? Чем они полезны для нашего вот человека, который живет вот без войны уже 45-го года? Знаете, вы сказали в начале самого интервью, когда задавали вопрос, что наверняка что-то оставалось и за кадром. Так вот, да, за кадром часто оставались разговоры такие, где-то за чаем, между съемками, да, и так далее. И главное, наверное, чему научили меня, ну, практически каждый из, там, героев любого из этих репортажей, репортажей или фильмов. Вот люди часто жалуются, опять же, возвращаясь к ситуации в нашей стране. Ну, то не так, или вот здесь можно было бы по-другому, да. И нельзя говорить на самом деле, что, ну, все идеально, проблемы есть, как в любой стране, и над ними работает правительство, там, я не знаю, исполнительная власть в регионах и так далее. Конечно, проблемы есть всегда. Но, наверное, главное такое чрезвычайное отличие в том, что конкретно каждый человек, который к чему-то стремится, чего-то хочет добиться, ну, сегодня мы же видим все больше и больше людей, которые занимаются саморазвитием, да, ездут учиться за рубеж, возвращаются, строят карьеру в стране, да, и так далее. Так вот, когда ты выходишь из дома, и у тебя, опять же, все мирно и свободно и спокойно, и ты можешь выйти, я не знаю, даже в Ливане, когда мы оказались в Беруте, то есть мы просто решили заселфиться на фоне какого-то красивого здания. К нам бежали военные и говорили «ноу, стоп!» И мы не могли понять, что мы нарушили на этот раз. Оказывается, там просто нельзя фотографироваться, потому что в Ливане с 2007 года военное положение, введено его, никто не отменял. Так вот, мы настолько свободны в каких-то своих проявлениях, мы можем делать все, что угодно, грубо говоря. И то, что разрешено в нашей стране в плане свобод человека, прав человека, ну, в других странах гораздо жестче контролируется и регулируется. Нам надо это ценить, и главное нужно ценить то, что те люди, которые живут там, они хотят саморазвиваться, они хотят строить карьеру, они хотят учиться за рубежом, да. Но когда ты не можешь просто выйти из дома, чтобы купить хлеб, потому что вот где-то там в соседнем районе идет перестрелка. И когда тебя просто родители не выпускают, потому что, ну вот, ты вышел, и ты можешь уже не зайти. И когда прощаются там каждый раз, как в последний раз, да, то есть ты никогда не знаешь, и здороваются причем так же, как будто в последний раз еще никто не знает, встретятся ли еще эти люди завтра. И вот это нужно ценить. Пока есть вот этот мир за окном, за дверью, выходя из дома, мы должны это ценить, и мы должны помнить, что вот все в наших руках так или иначе. Мы общество, мы гражданское общество, мы все вместе можем делать нашу жизнь, нашу страну лучше. Там, к сожалению, какие бы ни были намерения, это гораздо сложнее, потому что, ну вот, опять же, взрывчатка, она, к сожалению, сильнее любых амбиций человеческих, любых каких-то стремлений, намерений и так далее. Это большая трагедия. Нам повезло с этим не столкнуться, и дай бог, чтобы мы не столкнулись. Руслан, в нашем народе, говорят, знает не тот, кто много прожил, а тот, кто много увидел. И вы действительно достаточно молодой человек, что вот действительно за свой короткий, вот, свой жизненный промежуток вы много чего такого интересного посмотрели. Те места, которые вот навряд ли, говорится, вот простые, говорится, вот наши казахстанцы попадут, и, может быть, и не нужно попадать. Да, и я вот хотел вас поблагодарить. Вы с каждым годом растете, у вас это получается. Желаю вам успехов, и на этом, думаю, что нашу передачу завершим. Аман Сау, Волонсдар. Редактор субтитров А.Семкин